Музыка Приветствую вас, братья и сестры. Среди множества святых есть один святой, который неповторим. Это Иоанн Златоуст. Например, именем Великого церковь назвала многих. Макарий Великий, Василий Великий, Григорий Великий и так далее. Некоторых назвала богословами. Иоанна Богослова, Евангелиста, Григория Богослова, Симеона Нового Богослова. Златоустом назвала только Иоанна. Эти золотые уста послужили церкви более других уст. Пожалуй, может быть, Павел послужил больше церкви, чем Иоанн. Да не пожалуй, а действительно больше. Но Иоанн удостоился этого имени один. Все, что сказали его уста, ценно для церкви. Среди россыпи этих мыслей и глубочайших получений, сегодня я предложу вам такое, найденное у него. О неком трояком суде. Мы уже, может быть, и говорили с вами раньше об этом, но мне кажется, это очень важным. И я повторюсь. Мысль о трояком суде. Речь идет о том, что человек будет как бы трояко судим на страшном суде, хотя это будет все молниеносно. Без адвокатов, прокуроров, без оглагольников разгнутся книги совестные, разгнутся книги тайные, книги жизни, и в мгновение ока совершится страшное изменение мира. Но судим был человек так, по златоусту. Первая степень проверки, первая сита, первый контрольный пункт внутренний – это некая человеческая нравственность, не пройдя которую, дальше идти незачем. Есть много добродетелей, которые не являются собственно христианскими. Такими добродетелями, например, является одевание ногих или кормление голодных. Это понятно должно быть каждому человеку, сама совесть ему внятно говорит об этом, что это хорошо, это делать нужно. Здесь для этого читать Евангелие не нужно. Для того, чтобы упавшему подать руку, для того, чтобы не смеяться над калекой, для того, чтобы в ответ на просьбу стакана воды дать этой воды или дать хлеба в ответ на просьбу хлеба, для того, чтобы чтить свою матерь даже, скажем, для этого даже не всегда нужно читать Писание. Это говорится нам совестью, нравственным законом. Об этом думали все народы, И все народы родили из недр своего поиска нравственные правила, очень похожие на то, что мы читаем зачастую в Священном Писании. Некий-то человеческий уровень. Ведь христианские добродетели – это нечто другое. Евангельские добродетели – это то, чего нельзя сделать человеку собственными силами. То есть по естеству, личными усилиями, ты этого не сделаешь. Нельзя, к примеру, личными усилиями полюбить врага. Без помощи свыше, без благодати, любовь к врагам, молитва за врагов невозможна. Нужно понимать, что то, что написано, сделать нельзя личными усилиями. Это благодать духа. Безблагодатный человек этого не сделает никогда. Это же касается победы над похотью, к примеру. Вот тот же Златоуст говорил, что язычники умели много, умели отказываться от богатства. Менять его в денежный эквивалент и выбрасывать все в море, понимая суетность богатства. Были такие чудаки, высокие чудаки такие были в древнем мире. Язычники могли убегать с царства. Меняли царскую корону на пастушескую сумку. Были даже такие великие люди, которые уходили от этого всего. Многое могли делать язычники, могли быть храбрыми в бою. Но вот похоть побеждать не могли. Победа над похотью есть дело благодати. Духа Святого есть дело, собственно, христианской добродетели. Ибо здесь мы воюем сами с собой, угнездившимся в нас неким болезненным настроением души и тела. И это борьба лютая. Так что победа над похотью, как и над гневом, скажем, и над нелюбовью к ближнему, это благодатное дело, а не человеческое. Это уже от небес, а не от нас. Точно так же, к примеру, небоязнь смерти. Нельзя не бояться этого чудовища. Этого страшилища, которое уравнивает всех, перед которым самый сильный становится самым слабым. Это бесстрашие перед смертью, твердая надежда на будущую жизнь, предчувствие будущей жизни, победа над похотью, самораспятие, любовь деятельная к ближним, любовь даже и к врагам, все это есть, собственно, христианские добродетели. Не просто быть добрым или трудолюбивым, это человеческое. А христианское – это благодатное. Так вот, если человек не научился делать простые вещи, например, не был трудолюбив, не был внимателен к словам ближнего, не любил думать, кстати, не был внимателен вообще в жизни. То есть Господь ему давал уроки, он их не замечал. Какие-то такие человеческие вещи. То есть не был почтителен к старшим, был дерзок, самовлюблен, хамлив и думал, что он сам пуп земли такой. То есть простого в нем не было. Как ты в нем найдешь благодатное, если в нем земного не было? Не может быть небесного человека, в котором нет земного. Он не дойдет до второго христианского суда. На первом же контрольно-пропускном пункте, на первом барьере. Он будет отсеян как ненужный, потому что бестолку искать высокое в том, в ком низкого нет. Это второй суд. Третий суд – это нечто более страшное. Это касается уже христианина в той качестве, которым занимал в церкви. Потому что ин суд для епископа и ин суд для священника. Ин суд для дьякона, а ин суд для псаломщика. То есть кому что? Преподаватель семинария, очевидно, будет судим иначе, нежели добрая христианка, родившая и воспитавшая несколько детей. То есть у них даже и подходы к ним будут в какой-то мере различные. У того главным делом было учить других быть хорошими пастырями, у этой главное дело было детей воспитать, сохранить, накормить и так далее. Ну уж совершенно отдельный случай – это священники, епископы, монахи и так далее. У них отдельные обеты, отдельные труды, отдельная награда, отдельные наказания. Это уже третий вид суда, до которого тоже можно не дойти, если ты не пройдешь суд человеческий и суд, собственно, общихристианский. Потому что что касается и любви к врагам, и благодатной этой жизни, и победы над своими похотьми и страстями, это касается всех одинаково. И монахов, и мирян, и священников. Здесь Евангелие обращено ко всем. Но они пошли дальше, захотели большего. И с них спросится больше, ибо кому много доносства, многое взыщется. Вот такой кошмар, говорит Иоанн Златоуст, таким страхом сгущает над нашей головой тучи. И это я говорю для того, братья и сестры, чтобы мы с вами не пренебрегали маленьким. Потому что хочется иногда залезть повыше, но от невнимательности к тому, что под ногами и высоко не достигается, и малое упускается. Святой апостол Павел однажды сказал, что не духовное вначале, но душевное. Потом повторил, вначале душевное, а потом духовное. Нужно научиться каким-то маленьким вещам, для того, чтобы впоследствии делать большее. Вот святой Иннокентий Московский, по фамилии Вениаминов, это великий архиерей, апостол Америки и Канады, апостол Сибири, проповедник, миссионер. Кстати говоря, покровитель миссионера в Русской Прословной Церкви. Он говорил, что в воспитании детей, например, очень хорошо было бы привить им такие понятия, как трудолюбие и закалку перед невзгодами. Человек, который трудолюбив и закален, будет хорошим христианином, он говорил. Если научить его потом правильно веровать, то имея в себе в своем багаже такие нравственные жизненные качества, как закалку и трудолюбие, человек будет способен Христу послужить и быть в Церкви полезным. То есть из малого может родиться впоследствии больше. Если же человек изнежен и ленив, и суетен, и рассеян, то Евангелие, посеянное в нем, конечно же, не будет так плодовито. Может быть, спасется, как Павел блажестно говорит, как из огня, как головешка, выхватываемая из огня. Может быть, так спасется, но дело его сгорит. Потому что дело его будет не драгоценным камнем, не золотым, не серебром, но хворостом, сеном, соломой. Итак, братья и сестры, трояйкий суд нас ждет, и чтобы приготовиться к нему, нужно готовиться с маленького. Нужно воспитывать себя для начала простые, добрые, важные, нужные человеческие качества. Так же и детях наших. А потом Евангелие и помощь Духа вседейственная. Ну, а потом уже то, что каждый из нас делает в церкви, за это он особо получит или награду, или порицание. Молитвами Яна Златоустова «Дай нам Бог стать без стыда на страшном суде и услыхать от Господа «Придите ко мне». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова